добрый вечер дорогие друзья дамы и господа подписчики гости канала сегодня понедельник 7 марта 22 года я вас приветствую из страсбурга и мы продолжаем говорить о политике сегодня хотела бы обратить ваше внимание на те тектонические изменения которые пресерпевают наша цивилизация потому что в результате украинского кризиса россия стремительно движется и смещается в объятия китая как вы знаете большинство западных финансовых учреждений отказались от сотрудничества с россией имеется ввиду и виза и mastercard и paypal и соответственно россия переключается на услуги китайских операторов но услуги китайских операторов значит намного больше чем просто услуги потому что это дальнейшее сближение с китаем которое началось в 2001 году потому что именно тогда был подписан договор между президентом путиным и председателем си и соответственно уже тогда эти руководители эти лидеры предполагали возможные турбуленции с западным миром и уже тогда они заложили основу того что мы можем испытывать и наблюдать сейчас таким образом китай вошел в определенный альянс с россией настоящий момент это финансовый альянс то есть россия полагается на китай в финансовых услугах но не только потому что мы понимаем что это на самом деле не такой простой союз как может показаться на первый взгляд потому что китай будет стремиться к экономической экспансии это стиль китая это китайский путь и таким образом мы можем предполагать что россия в момент будет бороться на два фронта один фронт это очевидный фронт с соединенными штатами и их союзниками в европе и второй фронт это китайская экономическая экспансия потому что это очень сложные взаимоотношения это с одной стороны конечно союзничество и а сотрудничество но другой стороны не следует забывать что китай также стремится гегемонии как и сша и а соответственно китая будет стремиться захватить я не найду другого слова российские ресурсы потому что интерес китай в россии именно в первую очередь это природные ресурсы но и конечно российский военный потенциал потому что настоящий момент китай не обладает таким количеством крылатых ракет ядерного оружия как россия по-прежнему ядерный потенциал в мире целят соединенные штаты и россии и в настоящий момент мы видим что соединенные штаты идут на этот раскол потому что вместо того чтобы пытаться услышать россию они продолжают экспорт и поставки оружия на украину то есть они углубляют конфликт на самом деле это очень очень противоречивая ситуация поскольку следует понимать что с одной стороны запад платит приблизительное я говорю цитирую приблизительные сыр уже которые входят в прессе 25 миллионов долларов в день за энергоресурсы с другой стороны они покупают и предоставляют бесплатно вооружение украине то есть запад играет двоякую роль они поддерживают на самом деле обе стороны конфликта который только углубляется на наши глаза конечно можно говорить о определенных военных успехах российских вооруженных сил но в то же время мы не можем использовать слово успех поскольку мы знаем что цена этого продвижения российской армии это жизни в первую очередь российских военнослужащих но также и украинских и также и гражданского населения также мирного населения украины поэтому ситуация продолжает оставаться чрезвычайно напряженной чрезвычайно сложной и к этому расколу к этой конфронтации добавляется это движение в сторону китая то есть россия и китай объединяются против гегемонии соединенных штатов можем предполагается то что говорили многие политики эксперты что в следующем политическом цикле я имею до следующие выборы президента соединенных штатов которые состоятся соответственно в конце двадцать четвертого года и этот цикл начнется с конца января двадцать пятого года начиная с этого момента мы можем предполагать что откроются окна возможности потому что это не в интересах сша и не в интересах европы видеть россию союзником китая потому что китай является геополитическим оппонентом или даже противником соединенных штатов это другая цивилизация и это совершенно не интересно и более того это даже ущербно для запада видеть что россия и китай объединились потому что китай в отличие от россии не являются членом скажем совета европы китай не пытается делать вид что он уважает права человека и это сближение с китаем ставит в зону риска те многие достижения которые запад себе приписывает в течение последних 30 лет то есть вовлечение на россии в свою орбиту скажем россия стала членом совета европы россия как узнается подчиняется подчиняется решением страдсбургского суда по правам человека и так далее то есть вот эти достижения ставится под угрозу потому что если запад продолжит и далее свою политику которая строится на полном отрицании интересов россии то соответственно этот альянс китай будет только только бетонироваться он будет все более и более солидным и потом станет вопрос о том возможно ли вообще его расколоть на самом деле это очень серьезная проблема потому что это не только это россия это также и другие страны постсоветского пространства которые строят я извиняюсь это терпсифоры я на лестнице по-прежнему знаете это страны постсоветского пространства которые также выстраивают все больше и больше взаимоотношения с китаем и китай стремится максимально привлечь на свою сторону страны мира и это касается не только соответственно россии это касается скажем стран африки и соответственно мы не должны забывать что китай это и есть тот самый коммунизм от которого ушла россия вы знаете я полагаю многие из вас знают что китайцы обожают туризм в сибирь по ленинским местам да это серьезно также германии были вынуждены установить памятник карлу марксу для того чтобы китайские туристы могли туда ездить конечно этот поток несколько ослаб из-за пандемических проблем но я уверена что он возродится тем более что страны европы постепенно освобождаются от пандемических мер по разным причинам и не последние это выборы во франции как вы знаете они грядут в апреле поэтому уже с 14 марта большинство различных санитарных ограничений будут сняты я надеюсь что это было вам интересно то что он сейчас сказала это некий пролог этой неделе потому что я буду продолжать вас информировать о том что происходит здесь в стразбурге не только он не поскольку сейчас очень много бурных событий в мире которые считаю необходимо обсудить я благодарю всех за участие в полемике ваши лайки на то что вы дублируете лайки нехитрыми предложения спасибо мне было интересно ставлю лайк это очень важно чтобы они не исчезали и конечно отдельно хочу поблагодарить всех тех кто поддерживает развитие моего канала донатами ваши имена будут написаны запечатлены в первом загребленном комментарии спасибо всем желаю всем приятного вечера и жду ваших комментариев